Кому как удобно, и здесь еще зависит от того, как у вас развита гибкость в локтевом состоянии. Здесь с односторонним это те, кому тяжело брать с двух сторон. Давайте разберем. Сейчас делаю бросок, а потом будем уже разбирать его по частям. Что важно в этом моменте? Важно, чтобы у вас не провалился локоть. Я делаю отшаг. Смотрите, здесь я делаю не подшаг, а делаю отшагом. И тут же. Ухожу с линией атаки. В следующий момент локоть идет под мышку. Я не опускаю его сюда, не сгибаюсь, а наоборот раскрываю. Раскрываю. Видите, я нашел. Мои ноги соприкасаются с его двумя ногами. Вот это уже ошибка. Одна нога соприкасается, вторая нет. Вот сейчас он делает мне просто колено вперед. Нет, нет, только который не соприкасается. Вот, видите, я выгибаюсь. Если я соприкасаюсь здесь, вот он уже начинает падать. Момент ворота, да? И следующий момент подсид. Нога согнутая. Я не наклоняюсь вперед при броске. Не держись ты за меня так. Идет скручивание. Не вниз, вот сюда давлю его. А движение по кругу. Так же его можно делать без куртки. С этим или уже, наверное, что ты пока. Нормально, да? Можно делать отсюда. Рука. Движение идет. Раз. Можно делать с верхним захватом. Здесь идет, я захожу и одновременно идет скручивание. Видите? Раз. Так, вот таких три варианта. Все, начали работать.